Добрый вечер! Сегодня тема нашей... ...словах рассказать о нашей сетевой службе. В городе Стелетомак организована открытая сетевая служба консультативной помощи семьям, имеющих детей от нуля до 18 лет, в том числе детям ОВЗ, детям-инвалидам, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе еще не было такой службы, которая интегрировала бы все ресурсы между несколькими образовательными учреждениями с распределенными в этой сети ресурсами, доступными для всех образовательных учреждений города и близлежащих районов. На базе детских садов 4, 32, 93, а также ПМПК созданы консультативные центры сетевой службы, которые оказывают психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь семьям, имеющим детей дошкольного возраста. В этих центрах родители, законные представители получают бесплатную, квалифицированную помощь следующих специалистов – учителей-логопедов, учителей-дефектологов, сурдопедагога, тифлопедагога, педагогопсихолога, социального педагога. Многолетний опыт работы с разными категориями детей и взаимодействие с их семьями позволил эффективно вести работу в рамках сетевой службы. Так, детский сад номер 93, гордость Рельтамак, оказывает коррекционную помощь детям с задержкой психического развития, с умственной отсталостью и с ранним детским аутизмом. Детский сад 32, гордость Рельтамак, осуществляет воспитание и обучение детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Детский сад 4 оказывает коррекционную помощь детям с тяжелыми нарушениями слуха и речи. Азональная ПМПК гордость Рельтамак проводит комплексную психолого-медико-педагогическую помощь для родителей по сопровождению детей с ОВЗ. Целью деятельности службы является создание условий в 2021 году, направленные на повышение компетентности родителей законных представителей детей от 0 до 18 лет. Для достижения решаются следующие задачи. Оказание комплексной консультативной психолого-педагогической методической помощи родителям детей, в том числе для детей в возрасте от 0 до 3 с ограниченными возможностями здоровья, вопросов образования и воспитания. В рамках реализации федерального проекта «Современные школы» национального проекта образования. Пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. Это ежемесячная публикация в СМИ, проведение вебинаров, создание комфортных условий в детских садах для оказания консультативной помощи семьям посредством модернизации материально-технической базы службы. Чтобы консультации, которые проводились, были получены и удовлетворены более 90%. Все специалисты, которые работают по вопросам развития родительской компетентности в сетевой службе, повысили квалификации в области консультирования осенью 2019 года в Санкт-Петербурге. Вот мы уже когда регистрировались, мы видели некоторые вопросы. Одним из вопросов были такие, как записаться на консультацию в Центр консультативной помощи. В Центр можно записаться через детский сад 93, где наш как бы центр является по телефону 412007, и они распределят уже по специалистам. Также задавались вопросы, сколько специалистов работают в нашей сетевой службе. В нашей сетевой службе задействовано 15 специалистов. Как я сказала, все они прошли обучение в Санкт-Петербурге в 2019 году осенью. И также все наши специалисты имеют высшую квалификационную категорию. И, как мы сказала я уже вначале, что наша тема вебинара – это лето с пользой для будущих первоклассников. И первое слово хотела бы я предоставить нашему педагогу-психологу Ольге Михайловне Насыровой, где она хотела бы с вами поделиться рекомендациями для подготовки детей к школе в летний период. Ольга Михайловна, вам слово. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами поговорим, как можно подготовить детей в летний промежуток времени. Вы все прекрасно знаете, что седьмой год жизни ребёнка – это ответственный и трудный период. Вольная и беззаботная жизнь подходит к концу, впереди новая жизнь, новые друзья, новые серьёзные испытания. Ребёнок должен вступить в новый коллектив, а это всегда непросто. И также он должен в этом же коллективе стать полноправным членом. Но при этом также важно, чтобы маленькому человеку было комфортно, легко и интересно. Часто некоторые родители думают, что если ребёнок умеет читать, писать, решать сложные задачи, то и к школе он готов. Когда наступает время учёбы, искренне не удоумевают, почему учитель жалуется, что ребёнок невнимательный, уроки ему неинтересны. Часто он отвлекается и обижает одноклассников. И вот сегодня мы с вами поговорим о таком понятии, что такое психологическая готовность к школе. Как считал Венгер Леонид Абрамович, быть готовым к школе, это не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе, это значит быть готовым всему этому научиться. Итак, что же такое психологическая готовность? Психологическая готовность к школе или школьная зрелость, это необходимый и достаточный уровень психического развития ребёнка для начала освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников. Давайте с вами рассмотрим компоненты психологической готовности. Как вы видите в презентации, понятие психологическая готовность – это очень объёмное понятие, включает в себя такие элементы, как интеллектуальная готовность, личностно-социальная готовность, мотивационная готовность и эмоционально-волевая. И сейчас мы немножко коротко с вами на каждой составляющей остановимся. Итак, интеллектуальная готовность. Что же это такое? Чем больше знает и умеет ребёнок, тем проще ему будет проявить себя в начале школьного обучения. Важными показателями готовности будут умение думать, анализировать, делать выводы, развитие речи, словарный запас и способность рассказать что-то о себе, какие-то элементарные знания о себе, о своей семье, о своих близких. И также сюда же можно отнести способность концентрации внимания, умение строить логические связи, развитие памяти и мелкая моторика. А вот умение писать, читать и считать, решать элементарные какие-то задачки – это всего лишь навыки, которым можно обучить. И как помочь ребёнку развивать вот эту вот, ну как интеллектуальную готовность, нужно ребёнку учиться самостоятельно искать ответы на свои бесконечные вопросы, выстраивать причинно-следственные связи, одним словом, активно интересоваться окружающим миром. Следующий компонент – это личностно-социальная готовность. Школьное обучение предполагает общение с большим количеством людей – учителями, одноклассниками, ребятами из других классов. Поэтому у ребёнка должно быть хорошо развиты следующие качества – умение налаживать контакт с взрослыми и с верстниками, умение соблюдать принятые в обществе нормы общения, понимание разницы в общении с детьми и взрослыми и также желательно, чтобы ребёнок умел отстаивать своё мнение. Как развивать эти качества у ребёнка? Психологи рекомендуют чаще давать малышу возможность самому устанавливать контакты с окружающими людьми в поликлинике, на детской площадке, в магазине, то есть в каких-то общественных местах. Особое внимание хотелось бы остановить на мотивационной готовности, потому что любое дело будет успешным, если оно выполняется с желанием и интересом. Поэтому к концу дошкольного возраста у ребёнка должно быть желание учиться, стремление получать новые знания, интерес к познанию мира, положительное отношение к школе, учителю и одноклассникам. Психологи утверждают, что при поступлении в школу у детей преобладают социальные мотивы и мотивы достижения. Что это значит? То есть ребёнку нравится красивая форма, новая, школьная, белые бантики, атрибуты какие-то школьные, школьные принадлежности. Он чувствует себя взрослым. То есть у него портфель, у меня школьная форма, я большой, я взрослый. Также нравится ребёнку, когда они ходят на занятия, допустим, они получают хорошие оценки, когда учителя хвалят. Это детям очень нравится. Но учебная мотивация появляется гораздо позднее, ко второму, а то и к третьему классу. Сначала ребёнок должен привыкнуть к роли ученика, а затем прийти к пониманию, что ему эта роль даст. Как развивать вот эту мотивационную готовность? Необходимо формировать положительное отношение к школе, учителю, учебной деятельности, к самому себе. Рассказывать ребёнку о своих школьных годах, вспоминая смешные поучительные случаи. Читать можно с ребёнком книги о школе, стихи о школе. Необходимо рассказывать ребёнку о школьных порядках. Проведите малышу заранее экскурсию по будущей школе. Покажите, где он будет учиться. Полезными будут в летний период занятия, которые развивают фантазию, воображение. Это рисование, лепка, конструирование, а также самостоятельность и упорство. Занятия в кружках и секциях. И последний компонент – это эмоционально-волевая готовность. Требования школьной жизни нелегкие для вчерашнего дошкольника. Необходимо рано вставать, приходить в школу до звонка, сидеть на уроках долгое время. Дома тоже не получается расслабиться, поскольку нужно делать домашние задания. Поэтому ребёнку необходимо быть собранным, ответственным и организованным. От него потребуется способность сосредотачиваться на задачи, концентрировать внимание, умение доводить начатые до конца. Произвольность поведения, то есть это умение управлять своими поступками, желаниями, сглаживать негативные проявления. Умение преодолевать трудности при достижении цели. Умение действовать по правилам. Это вот то, что я хотела сказать, что составляет психологическая готовность к школе. А сейчас бы мне хотелось вам рассказать, дать такие общие рекомендации, которые вы на протяжении лета можете ещё успеть сделать, к чему-то прислушаетесь. Вот эти рекомендации помогут ребёнку в первом классе быстрее влиться в новый коллектив и начать успешное школьное обучение. Итак, маленькому дружнику нашему предстоят горы работы. Современные учебные программы очень насыщены. Пропустят ребёнок пару недель по болезни, значит, потребуется много сил и труда, чтобы догнать ушедших в период одноклассников. Поэтому необходимо очень серьёзно подойти к укреплению здоровья малыша. Что же можно предпринять в этом случае? Все вы, наверное, знаете, что по требованию медиков перед первым классом каждый ребёнок должен пройти медосмотр. Начинают они это проходить уже в течение года и посещают различных врачей. У каких же специалистов желательно пройти обследование? Хочется остановиться на лор-враче. Зачем это нужно? Во-первых, как вы знаете, что дети маленькие очень часто подвержены простудным заболеваниям. Больше всего у них страдает носоглотка, нёбные миндалины. Там скапливаются большие очаги инфекции. Поэтому заранее нужно вот эти заболевания исключить. Поэтому пройти лор-врача. Также лор-врач может выявить, что у ребёнка может быть нарушен слух, тоже он как бы своевременно на это вам укажет. Следующий момент. Какого врача необходимо посетить? Окулист. Если у ребёнка будет выявлено, что снижено зрение или какие-то там у него неполадки. Если вдруг врач выпишет вам очки. То есть у вас есть время заблаговременно эти очки приобрести. Либо это будут очки, либо это будут линзы. И у вас на протяжении трёх месяцев летнего периода вы приучите ребёнка и ухаживать за этими очками. То есть вы научите, что очки нужно хранить в определённом футляре, что у него там есть специальная салфеточка. Как ухаживать за этими очками? Если ребёнок будет носить линзы, вы тоже можете либо самостоятельно его научите одевать эти линзы. То есть какие-то мероприятия по уходу за собой и этими средствами. Также вот ещё медики у нас советуют обязательно посетить стоматолога. Вы все прекрасно знаете, что посещение стоматолога это стресс для малыша. И конечно о состоянии зубов полагается заботиться с самого раннего детства. Но перед школой нужно проверить, нет ли у ребёнка больных зубов, так как это источник хронических инфекций. И возможно, что придётся полечить зубы, может быть, возможно, там придётся их удалить. И желательно ещё пройти консультацию врача-ортодонта. Сейчас вот, ну как бы вот, за мной коллега моя будет выступать, она вам расскажет, что у детей очень много таких случаев наблюдается, да, когда неправильный прикус. Вот. Что ведёт к тому, что нарушается и звукопроизношение, и какие-то там другие уже проблемы тоже получаются. Поэтому есть вот на это время и подлечить зубки. Возможно, брекеты кто-то будет ставить. То есть вот на летний период ваш ребёнок вот к таким вот новым условиям, он всё равно вот, ну как бы уже привыкнет. И в первое сентября, когда он пойдёт в первый класс, для него не будет это вот, как вот снег на голову свалилось, и он не знает, как действовать. Так стресс от того, что в школу идёт, и ещё что-то там у него во рту будет. Поэтому на это внимание нужно тоже своевременно обратить. Врач-невропатолог тоже желателен. Он поможет справиться ребёнку с возбудимостью, нервозностью, чтобы эти нарушения не мешали ребёнку учиться. Так, ещё бы я рекомендовала, не только я, и медики вместе со мной, наверное, что нельзя начинать учёбу без посещения врача-ортопеда или хирурга. Нарушение опорно-двигательного аппарата – это искривление позвоночника, плоскостопие, нарушение осанки встречаются сегодня едва ли не у каждого второго школьника. Поэтому если ребёнку назначено специальное лечение и гимнастика, ещё какие-то процедуры, то родителям придётся внимательно следить за их выполнением дома. Это вот то, что касается медицинских специалистов. Вам, ваш участковый врач, посоветует ещё, у кого вам нужно будет пройти. Следующий момент, на каком бы я хотела остановиться, это организация рабочего места будущего первоклассника. Необходимо помнить, что выполнение домашних заданий будет отнимать у ребёнка достаточно много времени, поэтому придётся сидеть за столом долго и нужно со всем вниманием отнестись к оборудованию рабочего места. Прежде всего, у ребёнка должен быть свой собственный стол, который будет выше локтя малыша, стоящего рядом на 2-3 сантиметра. Потратьте некоторое время на то, чтобы помочь ребёнку определить для разных предметов свои места. Помогите запомнить, куда что класть, где что находится. Учите тому, что когда все занятия он свои закончил, нужно привести своё рабочее место в порядок, убрать ненужные вещи, а нужные вещи сложить в портфель. То есть приготовиться на завтрашний учебный день. Также необходимо обратить внимание на освещение. Дневной свет должен падать слева, тогда тень от руки не будет лежать на тетрадке. Слева также нужно установить и настольную лампу. Желательно, чтобы свет от неё не рассеялся. Желательно, чтобы был такой глухой вот абажур на ней. Многих родителей ещё тоже интересует, как определить оптимальное расстояние от глаз до тетради. Это кончики пальцев руки ребёнка, поставленные на локоть, должны свободно доставать до виска. То есть локоть стоит на столе, вот у нас пальчики до виска достают. То есть на таком расстоянии ребёнок сидит и смотрит тетради. Столешница должна быть на таком уровне. В течение лета ещё хотелось бы пожелать вам создать для ребёнка такой режим, который будет приближен к школьному. Особенно это касается времени, отводимого на сон. Укладывайте ребёнка спать не очень поздно, чтобы утром он просыпался рано. И тогда приниматься в школу будет ему тоже не так уж и трудно. Хорошей мотивацией к школьному обучению будет знакомство со школой. Как правило, родители к концу учебного года в подготовительной группе уже определились, в какой школе будет учиться их ребёнок. Поэтому в течение лета желательно научить ребёнка самостоятельно ходить в школу. На тот случай, если некому будет его провожать. Покажите малышу помещение в здании школы, класс, где он будет учиться, столовую, туалет. Познакомьте ребёнка с учителем и будущими одноклассниками. Ещё хотелось бы обратить ваше внимание, что будущий первоклассник должен стремиться к школе осознанно, то есть иметь так называемую положительную школьную мотивацию. Если есть интерес к учению, есть мотив к учебной деятельности, это означает, что ребёнок хочет учиться. На протяжении всего лета, ну и не только лета, а вообще на протяжении всей школьной жизни у ребёнка нужно вот эту школьную мотивацию воспитывать, поддерживать, прививать к ней интерес. Нам кажется иногда, что наши дети, мы с подружками разговариваем, с соседями, с бабушками, с кем-то мы разговариваем, ребёнок вокруг нас крутится, и многие родители думают, что дети нас не слышат, о чём мы говорим. Всё они прекрасно слышат, и видят, и понимают. Поэтому желательно вот при детях, вот тем более перед поступлением в школу, не нужно говорить, «Ой, я не знаю, как он пойдёт в первый класс, он такой вот у меня неусидчивый, невнимательный, ой, а у этой вот моей там знакомой, вот этот вот ребёнок, вот девочка и считает, да, ставит задачки, она решает и читает». А вот мы, вы понимаете, вот такими вопросами, вот такими разговорами, вы у ребёнка и так вот, ну как бы всё равно вот он припадёт в новое помещение, в новый коллектив. Страх в любом случае присутствует. И вы своими вот этими разговорами, да, вот как бы ещё и подстёгиваете его. Никогда не сравниваете. Вы наоборот должны говорить ребёнку, «Ты, вот Саша, вот даже если вы сказали, что Саша считает до 100, но вы бы своему ребёнку сказали, ну ты тоже научился, ты вот уже молодец, умеешь считать там до 10, а вот на будущем мы с тобой ещё позанимаемся, ты ещё будешь дальше считать больше. И читать ты научишься». То есть ребёнка нужно хвалить, и не нужно вот как бы сравнивать его с другими детьми. Комплекс неполноценностей не надо у ребёнка воспитывать. Нужно отмечать даже небольшие достижения ребёнка, как громадные победы. Это поможет ему почувствовать и успех, и придаст уверенности, что и дальше у него всё у ребёнка получится. Старайтесь всегда объяснить ребёнку, опираясь на понятные примеры, зачем он выполняет то или иное задание, что он узнает нового. При этом цель работы должна быть ясной и понятной. Вот. Ну вот это вот такие вот общие советы и рекомендации вам. То, что вам, я надеюсь, поможет в будущей вашей школьной жизни. А чем конкретно занять ребёнка? У нас там есть ссылка, вы материалы можете скачать. Там и анкета. Там есть небольшой тест для вас, родители, который вы сможете своим ребёнком самостоятельно привести. Также я подобрала, там сделала подборку игр из доступных подручных материалов, которые вы можете либо на даче, либо на уличной площадке в свободное время с ребёнком поиграть. Там, ну, как бы, я думаю, что вот по подготовке к школе они вам в летний период очень помогут. А сейчас я хотела бы передать слово своей коллеге Екатерине Александровне, учителю-логопеду. Добрый вечер, уважаемые родители, коллеги. Поставьте, пожалуйста, блюзики, если вы нас слышите и видите. Хотелось бы получить обратную связь, кто сегодня с нами. Скоро наши дети пойдут в первый класс, начнутся первые заботы, полетят первые оценки и, конечно же, начнутся домашние задания. Чтобы эти домашние задания проходили легко и просто, а сегодня я подготовила материал, который помогут предупредить многие ошибки. Итак, готовность ребёнка к началу школьного обучения во многом определяется уровнем его речевого развития. Это связано с тем, что именно при помощи устной и письменной речи ему предстоит усваивать всю систему знаний. Необходимо учитывать ещё один важный момент. У детей в 7-летнем возрасте начинает формироваться адекватная самооценка и самокритика. А вместе с ними может появиться страх быть непринятым в коллективе. Это связано с тем, что в начальной школе высокая успеваемость является основным оценочным критерием сверстников. У детей нередко наблюдается отставание в речевом развитии, которое значительно затрудняет овладение письмом и чтением. Школьная неуспеваемость, невозможность себя проявить, отсутствие похвалы их со стороны учителя и наоборот, постоянная критика начинает резко снижать самооценку ребёнка. Он чувствует себя неудачником, становится тревожным, замыкается в себе и отказывается учиться. Поэтому очень важно выявить даже самые незначительные отклонения в речевом развитии дошкольника и успеть их преодолеть до начала его обучения в школе. На что необходимо обратить особое внимание родителям будущих первоклассников? Конечно же, на звукопроизношение. К сожалению, мы многие родители не слышим, как говорят наши дети. Для нас кажется, что ребёнок должен только говорить звук Р чисто к этому возрасту. Но, увы, по статистике сейчас дети до сих пор не могут правильно говорить звуки Ш, Ж, В и Р. Если вы серьёзно отзаботились мыслью выявить у своего ребёнка дефекты произношения, с чего же начать? Прежде всего, надо выяснить, какие на ошибки он делает. Наиболее часто дети неправильно произносят шипящие, сонорные, свистящие. Сейчас на экране я вам предлагаю провести маленький тест с ребёнком. Попросите ребёнка проговорить эти слова. Шапка, мышка, жук, лужа. Внимательно смотрите ему в лицо. А лучше на рот. И посмотрите, как он чётко это произносит. Какие варианты неправильного звука надо угловить родителю? Их может быть четыре. Ребёнок совсем не произносит какой-либо звук. Он говорит папка вместо шапка или каандаш вместо карандаш. Заменяет один звук другим. Тогда он произносит сапка, фапка вместо шапка или каландас вместо карандаш. Вошатка вместо лошадка или лотка вместо лотка. Искажает звук. В этом случае он заменяет нужный звук другим, не существующим в русском языке. Он это произносит с высунутым между зубами кончиком языка. Например, саповки или произносит гортанно. Бракон. Полюс за звуком неустойчиво. В одних словах ребёнок произносит правильно, а в других нет. Огурец. Но сыплята и сон. Или изолированно может произносить эти звуки, а в словах и в самостоятельной речи он ими и не пользуется. Ваша задача – возможно тщательно проследить, от чего звук получается у ребёнка неправильным, в чём механизм его нарушения. Опыт показывает, что чаще всего причина в нарушении движения органов речи, языка и губ. И, конечно же, слухового восприятия. Вот почему необходимо обязательно выяснить, достаточно ли подвижный язык и губы у ребёнка. Если ребёнок всё чётко произносит, это просто замечательно. Но если вы услышали ошибки в речи, необходимо обратиться за помощью к логопеду. До начала школьного обучения необходимо исправить нарушение звукопроизношения. Если ваш ребёнок занимался с учителем-логопедом, обязательно за лето надо следить за теми звуками, которые уже были поставлены, и контролировать речь ребёнка. Также вам предложен в виде бонуса для скачивания более подробный материал, где можно протестировать ребёнка и где расписано логопедическое обследование с пояснением. На что следует ещё обратить внимание? Конечно же, на фономатический слух. Нарушение фономатического слуха – это не лор-нарушение. При дефектах фономатического слуха физиологически обычно развит. Хорошо. Ребёнок даже может обладать музыкальным слухом. Проблема заключается в том, что он плохо распознаёт фонемы, отдельные звуки. Например, вместо слова «кашка» говорит «кавка». Вместо «ложка» – «лоска». При подобном отклонении у детей в школьном возрасте появляется акустическая дисграфия. Из-за этого возникают трудности с обучением и правильным воспроизведением услышанных слов. Особенно тяжело даётся правописание и изучение новых языков. Неуспешность в учёбе негативно влияет на самооценку ребёнка. Он привыкает чувствовать себя аутсайдером. Это закрепляется в его подсознании. Именно поэтому очень важно скорректировать этот недостаток до школы. Или, если это не произошло, в начальной школе. Признаками нарушения фономатического слуха являются нарушение звукопроизношения, замена звонких согласных парными глухими, томик-домик, утюг-удюг, замена мягких согласных, соответствующих твёрдым и наоборот, ден-место день, клюмба-место клумба, замена свистящих звуков шипящими, сапка-шапка, сапля-цапля, разнообразные буквенные замены в группе сонорных гласных, глачи-место грачи, гойка-место горка, недостаточность фономатического слуха проявляется особенно ярко в школе при обучении письму и чтению, что ведёт к следующим нарушениям. Дисграфия – это специфическое нарушение процесса письма, дислектия – это частичное нарушение процесса чтения. Причины нарушения фономатического слуха. Давайте же разберёмся, в чём могут быть такие причины. Поскольку за фономатический слух отвечает левое полушарие мозга, очень важно состояние именно этой зоны. При обследовании детей, имеющих нарушение фономатического слуха, очень часто выявляются проблемы кровоснабжения мозга, например, повышенное внутричерепное давление, а также механические и функциональные нарушения. Разберёмся, что же такое механические. Они обусловлены натальными и постнатальными вредностями, то есть до беременности и во время беременности, к которым относятся инфекционные заболевания, травмы, в том числе родовая травма, в результате которой оказываются прируждёнными речевые зоны мозга, а также наблюдаются дефекты речевого аппарата. В последнем относятся особенности строения языка. Слишком большой и малоподвижный язык, маленький узкий язычок, короткая уздечка, ослабленный передней части язык, а также дефекты челюсти. Функциональные причины связаны с издержками воспитания или его отсутствием, к которым относит долгая сисюрка, не малыша, подражание родителям, у которых тоже есть проблемы с речью, двуязычие в семье, длительное сосание соски, вследствие чего обнаруживается недостаточная подвижность языка губ, челюсти. Своевременное выявление и коррекция нарушений фономатического восприятия снижает риск возникновения дисграфии и дизлексии при обладении письменной речи у младших школьников. Физиологический слух ребёнка. Давайте-ка проверим, что же может наш ребёнок? Слышит ли ребёнок громкую речь? На оба уха шести метров. Проверьте это сейчас с ребёнком. Пусть он отойдёт вперёд, сделает шесть шагов. Проговорите слова. Ухо. Повтори. Ухо, говорит ребёнок, да? Мухо. Мухо. И ребёнок делает дальше шаги вперёд. Проверьте, слышит ли он шёпотную речь на расстоянии, когда он стоит возле двери, а вы сидите на диване. Попросите его услышать цифры шерсть, шерсть. Далее можно проверить, когда ребёнок смотрит на взрослого, а ребёнок просто закрывает рот и говорит «Грачи». И ребёнок должен чисто проговорить все эти слова. Как ещё можно проверить физиологический слух ребёнка? Попросите ребёнка повторить цепочку слогов со схожими фонемами. Если ребёнок повторяет один и тот же звук вместо разных, значит, у него имеет место нарушение фономатического слуха. Например, вместо «да-да-та» он произносит «та-та-та». Или слова «бочка-почка», а ребёнок говорит «почка-почка». Вашему вниманию я предлагаю игры, которые помогут для коррекции фономатического слуха. То есть ребёнок будет учиться слышать правильную речь. Все родители помнят игру «Города». Очень замечательная игра, когда мы называем город, и по последней букве звуку мы продолжаем эту цепочку. Например, Москва, Алмата. И друг за другом эта цепочка продолжается. Или, например, ребёнку предложить слова с пропущенным звуком. Заранее говорим ребёнку. Ты знаешь, сейчас я буду называть слова со звуком «л», но буду их пропускать. «Илла». Ребёнок должен ответить. «Мылла». Ука. Рука. А разве здесь есть звук «л»? То есть ребёнок уже должен различать, где вы можете его подловить. Игра «Доскажи словечко». Взрослый читает стишок, а ребёнок договаривает последнее слово, которое подходит по смыслу и рифме. «Муха-муха», «Сыка-туха», «Позолоченная брюха». Этих игр очень много. Их можно подобрать в интернете и успеть за лето провести коррекцию нарушения фономатического слуха. Что же ещё поможет дошкольнику развить правильную грамотную речь? Умение произносить слова сложной слоговой структуры. Попросите ребёнка произнести такие слова, как «аквариум», «велосипедист», «мотоциклист». Обычные дети в этом возрасте уже справляются. Ну, может быть, где-то допускание значительной ошибки. Если ребёнок допускает пропуски, сокращает проглатывать часть слова, переставляет слоги местами, то здесь серьёзная проблема, которая свидетельствует о нарушении слоговой структуры слов. Здесь необходима помощь логопеда. Разучивайте короткие стишки вместе с ребёнком. Произносите в разном темпе, с разной интонацией, если это возможно. Постарайтесь разыграть их творение, покажите его в лицах и с предметами. Ну, например, дети обожают такое стихотворение, как «У нас пропадают из вазы конфеты». Ну, любимая наша конфетная живушка. Разучивайте и устраивайте соревнования, кто лучше и быстрее произнесёт скороговорку. Дети обожают такие вещи и очень любят, когда вся участвует семья в этом. Например, «От топота копыт пыль по пыль летит». А ещё быстрее. «От топота копыт пыль по пыль летит». Или «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». А если говорить 3-4 раза ещё очень быстро, то очень весело проходит время, потому что зачастую взрослые чётко это сами произносить-то и не могут. Многократное проговаривание чистоговорок. Всё это позволит развить память ребёнка и автоматизировать звуки. Здесь представлены такие чистоговорочки, которые как раз и поставят, и автоматизируют те звуки, которые у ребёнка плавают. Например, «Жа-жа-жа! Есть иголки у ежа!» Чем ещё занять ребёнка ближе к лету? А ещё лучше, чем занять ребёнка летом. Как его оторвать от гаджеты и как его настроить на лад, чтобы он учился в школе? Если вы отправляетесь на отдых, в отпуск, не упустите возможность использовать новые впечатления ребёнка. От путешествий, походов в лес, выходов в театр, цирк для развития в родительности речи. При описании, например, моря, гор, пейзажа обращайте внимание ребёнка на использование прилагательных и других частей речи, делающих нашу речь богаче. Посмотри, какой красивый закат! Играйте в загадки описания знакомых ребёнку и находящихся в зоне видимости предметов. Это способствует обогащению словаря, развитию связанной речи, тренировке, внимания. Например, здесь представлены схемы, где можно описать сливу по форме, по размеру, по цвету, по вкусу, на ощупь, на сочность. Всё это можно понюхать, потрогать, попробовать, угадать, где растёт, а ещё лучше понаблюдать, как это растёт и в какой период это можно собрать. Учите детей отвечать полными предложениями на вопросы. Предложите сочинить сказку, продолжить предложение, описать то, что происходит на улице сейчас, пересказать сказку. Если вы на даче, то это замечательная возможность закрепить и обогатить словарь ребёнка по темам «лето», «цветы», «насекомые». Только здесь малыш в естественных условиях усвоит значение глаголов «скопать», «подрыхлить», «полить». Не на картинке, а вживую. Увидит растения в разную пору, рост, цветение, благоношение, узнает, как и где вырастают ягоды, овощи, фрукты. Каким трудом даётся этот урожай. Закрепляйте в памяти детей название летних месяцев, явление природы. Вот сегодня была гроза, а утром будет туман, а у нас сегодня прошёл сильный ливень. Учите детей различать их цвет, запах, определять на вкус, на ощупь, правильно называть их и знать, где они растут, в земле, на земле, на дереве, в парнике. Знакомьте детей с дикими домашними животными и детёнышами. Учите наблюдать и любоваться ими. А сейчас мы перейдём к основной теме, где очень часто пишут родители, задают вопросы, а нужно ли писать ребёнку перед школой, нужно ли его учить. Для успешного обучения ребёнка в первом классе огромное значение имеет развитие мелкой моторики. Часто обучение письмо вызывает у детей наибольшие трудности и проблемы. Для того, чтобы избежать этих проблем, нужно решить вопрос с готовностью к письму непосредственно руки. А что это поможет? Лепкость пластилина, такие упражнения, как застёгивать и расстёгивать пуговицы, пришивать их, пытаться оторвать, полезное развязывание узелков на шнурках, раскрашивание, рисование, бисероплетение, собирание пазлов, мозаики. Состояние пространственной функции, умение определять право-лево. Наши дети, к сожалению, даже в первом классе не знают, где право, где лево. А дети должны различать это в положении в тело, уметь узнавать предметы, буквы в разных положениях. То есть, ребёнок даже должен ориентироваться на листе, где середина листа, правый угол, левый, низ, вверх. При раскрашивании штриховки обращайте внимание на то, чтобы ребёнок правильно держал карандаш в руке. Отмечайте и поощряйте аккуратность и чистоту выполнения работы. В раннем возрасте о возможных нарушениях структуры письменной речи могут сигнализировать следующие симптомы. В детском саду ребёнку сложно учить стихи и песни. Он с трудом повторяет и воспроизводит ритм. Его движения плохо координированы, неуклюжи, неловки, не любят рисовать и делают это плохо. Линии прерывисты, незамкнуты, штриховка сильно выходит за края. Ребёнок испытывает сложности в сборе конструктора, лепки из пастелина объёмных фигур, путает звуки Б и П, К и Т, произносит слова неразборчиво и неправильно, не способен концентрируется на выполнении задания по возрасту. В группу риска попадают следующие дети. Если ребёнок левша, если он переученный, правша, если ваш ребёнок посещал логопедическую группу, если в семье говорят на двух и более языках, если ребёнок слишком рано пошёл в школу, если у ребёнка есть проблемы с памятью и вниманием, если нарушено звукопроизношение, возможно, ошибки на письме, ребёнок пишет то, что говорит. Если нарушено фономатическое восприятие, ребёнок не может правильно повторить слоги, набор звуков. У детей, владеющих навыком письма чтения, особое внимание необходимо обратить на характер ошибок. Логопедическими ошибками считаются смешение букв по оптическому сходству, пропуске букв, слогов, недописывание, наращивание слов. В последние годы значительно взросло количество детей, сталкивающихся с различными трудностями обучения в начальной школе. Одна из самых актуальных проблем это нарушение письма дисграфии. Процесс овладения навыком письма очень сложен и включает в себя полноценное и своевременное формирование коры головного мозга, органов слуха и зрения, артикуляции, общей мелкой моторики. Поэтому для овладения письменной речи имеет существенное значение степень сформированности всех сторон устной речи, нарушение звукопроизношения, фономатического, лексико-грамматического развития, находит отображение в письме и чтении. Предлагаю вашему вниманию игры и упражнения направленные на профилактику нарушения письма и чтения у ребенка. Итак, давайте посмотрим. Очень интересное задание. Собери слово, за штрихой обведи, запиши слово в клетке. Найди все слова в цепочке, расставь буквы по порядку, расставь буквы правильно. Дорисуй, обведи, найди предметы, раскрась. Найди, обведи одинаковые предметы. Найди слово, сложи спичек, обведи. Если ребенок пишет буквы зеркально, здесь предложен вариант заданий, которые помогут с этим справиться. Здесь есть даже упражнения для исправления зеркального письма. Предлагаю вашему вниманию послушать еще маленький рассказ о том, как ребенка приучить и завлечь к чтению. Здесь я подобрала как раз материал книги, который научит первоклассников любить чтение. Через это все проходят родители, а сейчас это очень тяжело оторвать от гаджета и попросить ребенка почитать. Книги, к сожалению, детям не интересны, но на своем опыте я могу поделиться с вами, как же завлечь. Моя дочь очень любит путешествовать. Ей очень нравятся книги, где очень много загадок, где нужно взять и лупу, пройтись вместе с героями, попутешествовать и кого-то отыскать. И как раз вот в книжном магазине мы нашли вот такую серию книг. Здесь книги-порталы, приключения, переуплощения, поиск пропавших друзей. Все это представлено на ярких страницах книги, где много иллюстраций и мало текста для встиля. Ваше право приложить детям хрестоматию или русских писателей, но современные дети не желают брать книги в руки, где нет ярких иллюстраций, их пугают огромные мелкие тексты. Моя дочка начала с этого, и у нас дома собралась целая коллекция книг. Больше читайте сами детям книги, обязательно обсуждайте прочитанное, задайте ребенку вопросы и терпеливо выслушайте его пересказ. Побуждайте ребенка отвечать на вопросы распространенными предложениями, объясняйте значение новых слов. Если ребенок умеет читать, то хвалите его не за быстрое, а за правильное осмысленное чтение. Пусть ребенок прочитает слух вам рассказ и не только перескажет его, а скажет, что он думает об отступках героев, выскажет свое мнение, попытается рассуждать, тем самым связанная речь будет постоянно развиваться, а словарный запас будет пополняться и станет богаче и ярче. Бонусом для вас, родителей, еще есть материал, что должен знать и уметь ребенок, идущий в первый класс. Обязательно воспользуйтесь этим бонусом и скачайте его. Итак, подойдем к итогу. Хвалить за каждый успех ребенка обязательно надо, потому что при подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребенка любящим и понимающим родителем, не брать на себя роль учителя. Ребенок охотно делает только то, что у него получается, поэтому он не может быть ленивым. Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения в учебе для вашего малыша. Ну а сейчас хотелось бы уважаемые коллеги и родители ответить на ваши вопросы, которые вы заранее отправили нам в пререгистрационный вебинар. Мы сейчас с Ольгой Михайловной постараемся быстренько ответить на них. Итак, поступил вопрос. Должен ли ребенок уметь писать? Желательно, чтобы до школы ребенок знал написание печатных многих или всех букв, умел писать печатными буквами простые слова. Важно также обратить внимание на то, не переворачивает ли дошкольник буквы, не пишет ли он их зеркально и не путает ли написание схожих букв, заменяя, например, букву Ш на букву Щ. В период знакомства с буквами малыш имеет право не сразу запоминать правильное положение буквы. Может их написать зеркально, в начале обучения это считается нормой. Но если после несколько месяцев обучения написания печатных букв такие ошибки остаются и ребенок упорно пишет буквы зеркально, это значит, что у ребенка страдает оптическое восприятие образа буквы. Тогда существует риск, что в школе он будет путаться написание букв, особенно это будет проявляться при быстром письме в классе и может вылиться в оптическую дисграфию. Лучше отработать навыки правил написания печатных букв до школы. Следующий вопрос поступил. Надо ли учить читать до школы? Желательно, чтобы перед школой ребенок умел читать по слогам. Чтение должно быть на первых этапах по слоговым, а затем по мере усвоения, как правило, уже во время обучения в первом классе, чтение становится беглым, то есть целыми словами. Часто бывает, что родители учат ребенка читать перед школой и будущий первоклассник приходит в школу с навыками по слоговому чтению. Однако следует избегать ошибок, начинать читать надо сразу со слогов и ни в коем случае не учить ребенка сначала произносить буквы отдельно, а затем повторять состоящих из них слог или слово. К сожалению, я наблюдаю результаты таких ошибок в своей логопедической работе. В таких случаях ребенок читает сначала буквы по отдельности, а затем пытается их соединять. к-о-ко-з-а-за Какое получилось слово? А ребенок уже не помнит. Этого допускать нельзя. Нужно уже на этапе знакомства с буквами тренировать ребенка в слитном чтении простых слогов с изучаемыми буквами. На первых парах пусть ребенок читает орфографично, произнося все буквы так, как они пишутся. Собака, что, дорога, и только когда чтение не станет бегом, можно переходить к рафаэпичному чтению. Когда мы читаем так, как говорим, в обыденной жизни, а не как написано. Ольга Михайловна, ваши вопросы? Спасибо, Екатерина Александровна. Пока вы отвечали на свои вопросы, тоже поступил вопрос. Не только из опыта работы, хочу сказать. Очень часто родители спрашивают, нужно ли отдавать ребёнка, когда он посещает подготовительную группу, на подготовительные курсы в школу? Однозначно нужно. Как я уже ранее в своём выступлении сказала, для чего это нужно? Именно мы тем самым будем развивать не только какие-то учебные навыки, но именно будем психологически готовить ребёнка к школе. То есть, как я уже говорила, вы с ребёнком собираетесь с вечера в школу, вы ему сделали своё рабочее место, вы выполнили задание, вы собрали портфель, вы взяли ребёнка за руку, повели его в школу. Ребёнок у вас учит дорогу, то есть он уже знает, как идти в школу, как обратно туда идти. Опять же, придя в школу, вы ему покажете. Всё равно же дети, они есть дети, тем более семилетки, это всё равно детки, маленькие детки. Самое такое вот у них, вот проблема такая, это туалет. Вот, самое первое, необходимое ребёнку показать, если вдруг что-то, и рассказать, и показать, что если вдруг что-то там тебе захочется, ты руку поднимаешь, да, то есть вы его учите правилам поведения. Вот вам, пожалуйста, и социализация, и умение общаться, и со взрослыми, и со сверстниками. Тут, в общем, как бы вот комплексное такое вот. То есть, и подготавливаете ребёнка уже к позиции вот этой школьной, да, ну, как бы, ну, это вот способствует, я хочу сказать. Вот, потом ещё такой же момент, вот, да, то, что дети, когда ходят вот на эти подготовительные занятия, они там же, как бы вот другие детки, бывает, которые дети приходят из одной группы, из одного детского сада, бывают новенькие дети, да, то есть ребёнок у вас учится знакомиться, налаживать контакты, то есть, и когда он уже придёт 1 сентября, вот, то есть у него, возможно, в классе появятся вот эти его знакомые ребята, с которыми ему уже будет проще вот общаться, находить контакты. Вот, как бы, я вот приветствую. И даже если что-то, он, допустим, в детском саду ребёнок не успевает что-то у вас по программе, возможно, вот на этих занятиях в школе он всё это подтянет, то есть для него такого стресса уже не будет на 1 сентября. Вот такие вопросы. У вас есть ещё, Екатерина Александровна? Ну вот тоже хотелось бы, тот вот пришёл вопрос, посмотрела я. Очень часто ещё тоже родители спрашивают, стоит ли вот, значит, в подготовительной группе детей вводить на какие-то спортивные секции, на какие-то там различные дополнительные задания, занятия. Я всегда говорю родителям, смотрите по состоянию вашего ребёнка. Если ребёнок у вас успевает и в один кружок, и в другой кружок, и ему это нравится, и хочется заниматься, и к вечеру он у вас, в 8 часов вечера он у вас не валится с ног, то, конечно, до этого приветствуется. Вот опять же встаёт вопрос, интеллектуальные или двигательные. Опять же по состоянию ребёнка. Нужно как бы вот вы своих детей всё равно сами лучше знаете, знаете их интересы. То есть что больше ребёнку нравится, то и выбирайте. Допустим, если ребёнок, ну как бы вот, ну так скажем, гиперактивный, который не умеет своим поведением управлять, импульсивный, взрывной, да, таким детям, да, я бы порекомендовала, допустим, какие-то физкультурные секции, которые, ну и желательно бы, чтобы там количество детей тоже было ограничено. То есть ребёнок должен как бы вот, ну понимать, для чего он туда пришёл, на эту спортивную секцию, и, ну как бы подчиняться тем правилам, и вставать в те рамки, в которые его вот тренер там, ну как бы секции будет вот ставить. Поэтому, то есть ребёнок, вот поэтому мы и говорим, то, что эмоционально-волевая сфера вот именно в спортивных занятиях, в спортивной секции будет развиваться. То есть ребёнок подчиняется правилам, обуздывает своё «я хочу, я вот мне так и надо», то есть он учится управлять своим поведением. А какие-то эстетические там вот, ну как бы интеллектуальные вот занятия, да, ну тоже как бы и для общего развития. Какая-то у ребёнка же тоже должна быть отдушина, там если это рисование, он же тоже должен этим с удовольствием, то есть не только учиться-учиться, но и для удовольствия. Вот, как бы вот хотелось на этом внимание ваше заострить. Мы, наверное, на этом будем заканчивать наш вебинар, да, и хотим сказать, что 14 мая состоится ещё один интереснейший вебинар от нашего ДОО, поэтому приходите, регистрируйтесь, ждём вас с нетерпением. А вам, уважаемые родители, удачи и терпения, всё у вас получится. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok